Полёт американцы в космосе Вот это вот можно убрать? Вот мы убрали Полёт в космосе Оставить просто в космосе Ну для названия мы убрали Да Потому что на самом деле мне интересно то, что проблема-то, которая сейчас очень актуальна в мире, она как раз в этом и заключается А оказывается я этим занимался тогда, когда ещё была проблема не настолько острой И к тому же не в плане проблемы, а в плане искусства Это более важно Но из этого можно делать выводы или их не делать Одно из двух Ну если же, конечно, третье, то вот это и вот это Как мы знаем, мужей Но это, так сказать, каждому своё Не, ну я так, я для вот этого, что происходит в мире сейчас, может быть вот так же Да, 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 совершенно верно Да, 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 совершенно верно Именно поэтому я себе об этом сказал Да, 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 да Окей Окей Окей, окей, good Ну ещё, конечно, интересные вот эти маленькие работы Ну я помню, что вы поставили на фейсбук тоже, чтобы Котельников спросить И спросить это не будет Да Да, да, меня интересовал этот вопрос в том числе, потому что, конечно, я знал, в принципе, что это не он писал ACDC Да, но дело всё в том, что каким-то же образом нужно Котельникова привлекать к общению, скажем так, да, что хорошо Поэтому и вопрос такой не задавал Но вместо Котельникова ответил не Котельников Да Ответил Маслов Маслов Она тоже Олег Я тоже заметила, что это два Олега Вот Но ответил Ну Я не видела ответа Да Ответил он Это не я Это не я Да Но дело всё в том, что Котельников не занимается компьютером Да А Маслов да Поэтому Маслов, как Олег второй Ну он А Котельников ничего не показывает Нет, его нету Он не существует Его нету Ему не надо, потому что Котельников За все Как он сам сказал Похоже есть Котельников Похоже на его рисунок Поэтому, соответственно, из этого мы имеем выбор Поэтому это не Котельников, разумеется А Но тут похоже на его рисунок, да? Или это твой, да? Рисунок А Здесь персональная аниска Да Здесь нет Котельникова А Ты про Только вот спроси Я только Я только про формулу, о которой на самом деле никакая не формула оказывается А кому в голову пришло, когда я посылал корреспонденцию в то время Соединённые Штаты Америки своих друзьям Кому из людей на главном почтанте пришло в голову на этом листе написать такую форму Да У меня тоже очень интересный вопрос относительно предыдущего вопроса Евгений, надо еще добавить информацию, что обратной стороне это Телеграмма Да, это не просто лист, это бланк для Телеграмма Вот И когда я это увидел, только вот этого, соответственно, рисунка не было То эта формула, ну она такая, на самом деле, странная, правда? Вот Приозумеется, этот лист сразу взял со стола Ну, равно как и этот, как и все другие такого цвета, это все Телеграммы, бланки И, соответственно, дома или не знаю где, в гостях А ты получили или тебе пришел на телеграмму? Нет, это бланки Нет, а когда люди приходили на главпочтанте, они посылали определенную корреспонденцию Столов много, бланков много Не знаю, люди, которые брали бланки, которые они портили, то они их оставляли на столе То есть там их были десятки ненужных никому листов испорченных Это был один из них, но только с формулой Ты бы добавил все остальное А после того, когда мне, разумеется, понравилась эта формула И когда я забрал пачку этих листов в очередной раз Ну, вот это вот тоже из этой же серии на рынке Это тоже из Телеграммы Потом, разумеется, дома я сделал графики Да, и туда написал, где формула – это все мое Правда? Да А вот здесь у нас Гагарин То есть все это такие моменты шуток В то время очень применяемых новыми художниками С целью, не знаю, собственного раскрепощения Хотя, на самом деле, мир уже давно-давно в то время раскрепостился А учитывая то, что не было возможности выезда Нужно же было тоже как-то внутри духовной столицы страны Нужно же было тоже как-то раскрепощаться Но это один из примеров, так сказать, раскрепощения Но... Вот, кстати, Евгения, когда приехал Данил, он сказал, что ему очень нравится это Это еще и со фактурой Фактура, конечно, да А, очень интересная Вот это Китай Китай, СССР Да, это Китай, СССР Осень 17-го года Здесь интерес у нас И еще вот это у меня Применение Спрейта А не просто графических элементов Но спрейт Не в том виде, в котором фигуративно это делали различные другие новые художники А, концептуально, по поводу, по примеру обоев, тире, погодных осадков Типа, якобы, дождь Спрейт А для Китая А для Китая очень важна природа И очень важно все, что касается... Ну, учитывая, что она, так сказать, цивилизация развитая И хотя бы чисто по времени То для них очень важно все, что касается природы Что и правильно Для России в меньшей степени В смысле для СССР В меньшей степени было важно А сейчас еще в меньшей степени это важно Все, что касается природы Ну, а о современности мы не будем говорить Мы расскажем о том, что было важно у СССР Так вот, все эти погодные осадки Все эти якобы дожди И к тому же намет на мост Который можем перейти и сближать По культурной нации Как в прошлом, так же в настоящем, так и в будущем Говорит о определенном, интересном смысле Этого произведения искусства Не только фигуры И то, что они делают, важно А вот это мольное или что-то? Молния, да Ну, это скорее дракон Китайский Воздушный змей Который в результате Как мы видим СССР Он может надуваться И потом в результате мы видим Молгу Который приводит уже к Красной звезде, как в предыдущем зале А к долгой звезде Ну и, соответственно, важный момент Мы можем еще последить То, что фигура, названная Кестер со спиной Она по существу Является правильной фигурой Учитывая, что ноги у нее нормального размера А вот та фигура, мы видим, у нее с ногами проблема Однако лица у обоих из Здесь представленных символов Европейские Но это уже Моя собственная загадка На которую отвечать не буду Пока, естественно Ну да, сразу после той Картины, которая на хоть и другую звезда Ну, вот этот такой же Восемьдесят седьмой год А вот После этой Блота Тут одна фигура В отличие от И к тому же она находится Не за Местом, где она находится По отношению к зрителю Она находится внутри Как внутри? Ну, имеется в виду, что если мы возьмем за основу Обратное написание Символики Да То мы тогда логически приходим к выводу, что Человек находится Внутри 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 А внутри чего он находится, если вот У нас есть эти структуры? Ну, это как тюрьма, что ли? Нет Нет У тюрьмы Таких больших пространств не существует Тогда Это решетка? Аминь В советском союзе Правильно Это решетка А какая решетка? Ну, не знаю Как в зоопарке Аминь Как в зоопарке Или как в цирке Без разницы А это ткань вот этой Матрас или нет? Нет На матрасах рисовал Кошелохов А это скатерть, самобранка из сказки. Знаешь такое слово, Мирей? Скатерть-самобранка это то, что волшебным способом, когда эту скатерть положишь на стол, типа говоришь, отдаешь команду и на ней возникают различные яства. Еда и напитки. Это скатерть? Понятно. Гене, он случайно похож на тебя? Нет. Не случайно, естественно. Ну а тогда это не случайно похоже на меня. Автопортрет, что ли? Нет, это не случайно похоже на меня человек. А, окей. Понятно. В то время похоже на меня. Не случайно. А здесь вот, это тот, который и там вот... А сейчас Каня расскажет и объяснит. Ну да, это тот опять же мотив, опять же того времени. Значит, ну вот это 87-й, а там чуть-чуть позже был сделан. Кстати, Евгений, буквы УСА стали бледными. Ну ничего страшного. Хорошо видно. Потому что советская краска имеет себе химическая краска. Потому что это не масляная никакая, как мы знаем, это химическая краска. Это от твоей мамы? Нет, это чернила фимические для так называемых фломастеров. А, естественно, качество советских фломастеров было, как мы знаем, хорошим. Поэтому они и выгорают со временем. А мама где работала? Почему мама? Потому что, например, эта краска, черная краска в данном случае, и белая в том числе, это краска, которую я просил, чтобы она приносилась в свои работы. Потому что она как раз была качественной. А почему? Потому что этой краской красили, покрывали кожу для обуви, в том числе людей, приближенных к высшим структурам власти. А, соответственно, как мы понимаем, у них должно быть все было в то время good. Very good. Да. Поэтому краска не выгорает, как белая, так и черная. А для народа краска, соответственно, не исчезает. Но это ничего. Всему свое время, опять же, миры. Вот интересно, что ты тут номер один встал в центре, а потом идет второй налево и третий. Ну, не нужно же делать, как мы понимаем, тупо, как в школе. Нужно же давать каким-то образом момент, так сказать, игры зрителям будущего. Это же 87-й год. Это борьба. Можно понять, борьба между Россией и Советским Союзом. Это очевидно. Мы видим, что это комикс. Да. Он как раз рассказывает о том, что объясняет проблему. Только он не говорит о том, кто большой, а кто маленький. Вот. И кто, и ху из ху он тоже не говорит. Да, вот это он не говорит. Ну, естественно, и пусть не говорит, кто из кто. Время-то покажет или не покажет. И в этом случае хорошо, что покажет. И как с кубой, for example, да? И пусть не покажет, это тоже хорошо. Потому что иначе тогда, может быть, будет плохо. Да. А может быть, будет наоборот хорошо. Это очень красиво. Эти... Ну, луны. Или как-нибудь. Эти формы. Эти формы. Это блевотина. Это не луны. Это... Да. Я так и поняла. Это как-то человек поточнит. Угу. Понятно. Ну, потому что все брутально. Здесь же не шоколадка. Здесь же смысл иного порядка. Вот. Понятно. О, кстати, моя любимая здесь. По-моему. Сейчас я... Это самая старая. Вот этот угол здесь самый старый. Это все картины 80-го года. Угу. Угу. Что здесь очень интересно и приятно одновременно, это... Когда мы видим, что большие картины, они развиваются из... Угу. Они идут постепенно из одного процесса, где... Вот, например, мы видим эту форму перекреста, Угу. Который здесь тоже появляется, но он ей так сильно бросится в глаза, да? Да? А вот эта форма красная плаща. Я все-таки с этого не хочу. Это все в том, что концептуально я поменял смысл. Угу. Потому что здесь мы видим, что нет борьбы между двумя самыми важными, ну, во всяком случае, сильными державами, на планете Земля, да? Ну, тут ты уже, когда нарисовала, думала СССР и США. Да. Но только дело все в том, что я сюда ввел еще одну фигуру. Здесь не две фигуры, а три. Да, я поняли, я читала даже. Угу. 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 И с этой точки зрения эта работа выделяется из всей этой выставки. Но, разумеется, исторически тоже важно. Угу. Угу. Вот это уже работа из серии «Арт из СССР». Это картины 1988-1989 года, и туда же относятся сумки и другие предметы. Ну, вот, например, вот этот объект, вот если мы его посмотрим с этой С той стороны, я стою, тут как раз написано «art из СССР», и с той стороны мы видим «art для USA». Таких объектов было не один, а три, были шесть, но с этой тематикой были три. Я в данном случае не думаю с тематикой, а как серия, их было не один, здесь представлено, а больше. Ты знаешь это? Все дело в том, что потом уже было опасно эти доски с улицы брать, потому что начали в Петербурге следить за тем, что вдруг с автобусных остановок исчезают доски. Это ты только его забрал? Да, только я забрал, потому что это очень был хороший, чистый импульс для того, чтобы на этой доске создавать... А существует икон, то есть вокруг ковчег, внутри, так сказать, личности и уже к тому же сделанное. Не нужно было ничего применять. Да. Только доделать. По-моему написано. Не доделать, а только сделать. Сделать. Сочнее. Окей. Сделать. Станин. И эти фигуры... Две фигуры беременные женщины, везде с виденными. — Ты попросил женщину? — Да, разумеется, я был и фотографом, и постановщиком, и создателем надписей. Ну да, это девушки и жены моих друзей в Петергофе в то время. — Да, и я, конечно, сразу обратила внимание, что когда они так стоят, то образуется этот мир, имеется в виду глобус полностью, который наполовину не работает, а только когда дети, и именно беременных, именно в ожидании того нового. — Мне показалось, что в это время была такая волна. В СССР все время говорили, что нужно мир, пропаганда, и надежда, скажем так. — Что это была очень сильная... — Сильный, а положительный посыл был, очень сильный положительный посыл. — Именно на этой основе и возникли новые художники, как сложившиеся личности. То есть не раньше, как, например, орехевцы. Концептуалисты, хоть московские, хоть санкт-петербургские, а именно в тот период, когда это называлось «отцепель». — Ну, «отцепель» это был раньше, да. — А я имею в виду по цифрам, вторая или третья, ну, не важно. Ты знаешь, что это такое. — Да-да-да. — И, соответственно, туда обращались все люди, вот, я не знаю, там, от Смольного, то и Смольного, у кого были деньги, для того, чтобы делать обувь «спешил». — Ферсануалу, да. — Спешил фу спешил. — Угу. Вот я хотела перейти к этой картины в 89-го года. Которая была сделана с началом. — Сначала была эскиза. — Вот эта. — Ну, так называемая. — Скажем, эскиза. Мне она очень сильно нравится, именно эта. Потому что, если мы посмотрим, то тогда, вот здесь написано, как мы знаем, все слоганы, слова «французская революция», здесь у нас «братство». Ну, тут, конечно, сам художник. — Равенство, братство. — А здесь революция. — А здесь революция. — С одной стороны революция. Потом… — Свобода. Равенство, братство. — Здесь «лепяте», свобода. — Равенство не было. И вот у нас — братство. — А здесь братство. — Значит, получается у нас... — Революция. Ранства нет. — Да. Равенство нет. — Эгалите. — Εгалите нет. — А где нет? Равенство. — Равенство, эгалите. — Не было. — Равенство. — А вот у нас... Здесь... Да, 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 да. Молодец. Ревкин, ты помоги, пожалуйста. Поэтому можно было еще вписать сюда Франц. Да, можно тоже. По размерам входит... Капина сама называется точки соприкосновения. Потому что я расширил смысл до самого главного, что важно для людей. И мы видим, что фигуры не только поларные, как мужчина и женщина, но еще одна фигура летит наверх, а другая стоит на земле. Ну и, конечно, главное, это действительно эти точки, которые строят этот... А что за ткань вообще? Он был готов к такому? Это называется деревья? Нет, а контура... Как называется? Контура? Контуровка. Слушай, я тогда не понял вопрос. Ткань вот откуда? Ткань? Вот это ты... Нет, она спрашивает про это. Да? Я про сам вот вес, структура. А это не ты? А вот это сделали? Нет, это я расшил все. А ты еще? Естественно, да. Ну, потому что... Я думала, может быть, ты брал как скатер, там, вот, ну, уже изготовленный... Нет, это... Так же для больших работ, которые мы пока не посмотрели... Которые 87-го съезда... И те, которые как раз уберут в той комнате, там тоже есть обшивка. Да, обшивка, только не такие большие. Понятно. А сама ткань откуда? А сама ткань это из хозяйственного магазина в Петергофе, которая применялась для, не знаю, там, для того, чтобы закрывать от... Растения. От холода что-то на огородах, да? Ну, кстати, на такой же ткань были сделаны большие портреты Георгия и Новикова. Это все из одной серии. Это еще было в 85-м году, и они не... А ты рисовал прямо без... Ну, я их не закрашивал, потому что... Понятно почему. Я их не закрашивал. И не оформил вокруг тоже. И не оформил их тоже вокруг, потому что их не нужно было делать таким способом. Вот. Так что мы можем еще перейти в зал, да? А вот это новая, это единственная новая работа, скультура 2017 года, но на самом деле, конечно, с 77-го по 17-й год, потому что тогда возникла эта фигура из Ставос. А почему 77-го? Ну, потому что он в тот робот в фильме, фильм того года, а Ставос. А-а-а, понятно. Вот. И поэтому... В этом фильме есть белые роботы, которые похожи на... А-а-а-а. Все. Большие картины, которые были показаны уже... В Ленинграде, в 82-м году, во время большой выставки новых художников в апреле 88-го, это был Штыка Свердлова. Это была первая, самая большая официальная выставка новых художников. И тогда они висели рядом со сцены, сверху большой флаг СССР, который здесь нет, потому что он просто огромнейший. Потом слева от сцены, вот эта картина, справа эта. Ну, если хочешь, в каталоге можешь показать. Да, там... Сейчас я... Можешь посмотреть, да? Вот. И... Оттуда они поехали уже на выставочный турней в Швейцию, а дальше в Данию, потом в Ливерпуль, и потом они оставили их в Лондоне, как оставили. После этого... Эти, да? Эти. Ну, не только эти, еще много другие. Потому что Бугаев объявил куратору выставки, Фредерик Форгольд, что теперь он уже не нужен никому, и теперь он будет главный куратор. И после этого Фредерик сказал, ну, хорошо. И он просто оставил кучу картин там, в этом Ливерпуле. Ливерпуле не знали, что делать, перевезли в Лондон, и там кто-то хранил, и там мне удалось их найти. Поэтому они сейчас здесь. Ну, не только его, конечно, там еще другие картины, в том числе картины Сотниковых. Да, да. Я помню. Но интересно еще то, что с обратной стороны написано поп-механика, потому что для того, чтобы их увезти в Швецию, музыканты и художники сделали вид, что до декорации сцены. Но это было необходимо, иначе ничего не было. Однако шведская страна думала, что все будет сделано официально. Это же была официальная выставка, это было вообще на большем уровне, культурный обмен. И поэтому мне написал этот директор культурный обмен, что она просто была в шоке, когда они получили много-много рулонов, никто ничего не знал, что там внутри. Вот так это было. Интересно, мне кажется. И отнюдь не те картины, ну частично, но не те картины, которые они попросили на выставке. Поэтому получилось так, что каталог указывает на обложке картину Евгения Тимура на коне, но на самом деле ее не было никогда. И теперь мы знаем, где она есть. Да, неизвестно, где она на самом деле. Но она как будто ее отправила туда? Нет, ее не отправили, потому что иначе ее точно бы показали на выставке. Разве она была на каталоге, и разве она была на пригласительных билетах, везде-везде она была в логу. Но на выставке ее нет, и поэтому где ее... Ну, наверное, когда-нибудь она появится. Мне не удалось ее найти. Ну, например, портрет Курьянова появился. Появился, да. Появился. Вот. Он находится у Бугаева. Да. Бугаев так его и не отдал, и другие картины в том числе. По определенным причинам всем известным. Ну, тем не менее, конечно, эта выставка еще уникальна в том, что она соединяет достаточно большой спектр стилей, объемный, причем одной тематикой. USA, SSSL, SSP. Очень выбрали. И Англия нужна была. И Англия тоже нужна где-то. Ну, если вообще, конечно. Ну, и все страны мира уже. Сирие. Сирие. Можно все отмечать. Вот. Так что мы практически все посмотрели. А, другая. А, вот эта... Тешевая. Да. У тебя много вот... Одна, нет. Две. Ты много рисовала на одежду и так вот. Да. Хочется ли? Да. Я думаю, что они меньше, чем пять. Раз на лете. И нужно, опять же, на меры заметить, что хорошие сократные краски. Белые. Да. Красные. Черные. Тоже. 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 И причем фактура прослеживается. Особенно в точках видна. Продается, да. То есть они объемные. Ну, вот. Видно. Все посмотрели. Все. Теперь я с вами прощаюсь с художником Евгением Кабон и с искусствоведом Мередизна. Спасибо за прекрасную искусств и до следующей выставки. Всего. Спасибо. Большое спасибо. Чао. Большое спасибо. Большое спасибо. 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 Продолжение следует...